жизнь существует ее разных проявлений значит мы уже отбрасываем это слово можно ли жить на вот ленин живее всех живых там да ну да мы знаем и кожа мой да 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 мы знаем как он живой но тем не менее это же бренд тренд идеология маска как угодно понятно что это симбиоты которые мы стремимся то есть один из симбиотов ну проще говоря мы все стремимся к бессмертию это один из способов бессмертия а тебе будут помнить твои книги будут читать дерево которое ты посадил будет защищать от солнца кронами головки твоих кучерявых муков там и так далее один из симбиотов бессмертия но это же тоже жизнь да потому что жизнь там не знаю александр серкевича пушкина чрезвычайно важна для россии важна его жизни его смерти его рождение его там наследие там и так далее философская конструкция жизни есть биологическая конструкция есть вы представляете так вот если говорить абстрактно я бы сказал конечно можно жить без маски и к этому мы будем вас призывать и но если вы вам не нужна маска если вы сидите в тюрьме и когда вас когда к вам стучат сапогом кованым в дверь вы должны крикнуть там не знаю что 1517 стадия такая-то имя фамилия все вот это у вас одна маска там на три года на 5 или на 10 но как только рядом к вам запустили еще сокамерника уже у вас варианты начинаются по поводу масок маски у нас получается они из-за взаимодействия с людьми чем больше у тебя социальная деятельность там идеологическая политическая там чем с большим количеством людей ты встречаешь чем большим количеством стран ты бываешь тебе необходимы эти ну раз уж мы назвали это масками маски или образы да или там шаблон или стандарты и это не значит что ты должен вписываться в них вот прям один к одному потому что маска прикрывает только твой лик но все остальное не прикрывает и поэтому видно несоответствие по твоей кожи морфологии антропологии там тогда обязательно будем про это тоже говорит да нужны ли эти маски хорошо что они у тебя есть или плохо а чтобы дать конкретный совет я предложу следующее сделайте себе коллекцию масок но не таскайте их с собой и всякий раз отправляясь куда до берите с той полки только те которые вам необходимы умышленно сокращая их число о умышленно сокращая их число даже вот без этой и без этой ну никак не обойдусь и поэтому их возьму конечно хорошо бы было чтоб такая 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 к нам подходит человек на него внимание не обращаем пока он не толкнул тебя в плечо там не сунул тебе визитку ты прочитал лишь ой здравствуйте извините как я рад как я даже не мечтал с вами поздно что произошло тебе бумажку сынули почему же так сразу ты тут поменял 5 массы маску делового маску миллионера всю ту или иную конечно и нас этими масками мы забываем что жизнь она тоже гомолюденс человек играющий что тоже спектакль человек на посредине средств покупает себе ботинки хорошие там не знаю очки или берет в аренду автомобиль и начинает разводить извините за этот сленг там всех остальных да потому что мы начинаем как дети доверять этим маскам так вот еще чему нужно учиться и может быть гораздо главнее не только какими масками вооружиться и какие маски а какими масками пользуются и другие люди как узнать в маске он в лечении да и и или это те минимальные маски которые с ним постоянно потому что человек я умышленно не сказал слова или это человек без маски нет человека без маски потому что он или сын или отец например да или он гражданин гражданин той или иной страны или он принадлежит к той или иной религиозному сообществу не знаю да и так далее но например кое-где эти маски надо сильно прятать потому что это угрожает твоей жизни здоровью да хорошо это или плохо предательство это или там подвиг или там простой набор функции инструментально как мы можем сейчас отвечать на эти вопросы если мы не разобрались с понятиями родина честь долг достоинства совесть пока не для нас абстрактные если мы убедимся что это важные инструменты важные качества они влияют на нашу жизни влияет на наш судьбу вот как ими можно пользоваться умело тогда да тогда мы сможем впускать эти образы смысла и слова в наше обучение или общение распаковывать смысл понимать слова научиться мыслить вот нашелся мыслитель видео и так думает да мы рефлексируем учиться думать нужно также как учиться ходить учиться ходить кого-то учили а кого-то не учили учиться плавать но если мы научились ходить однажды позволяем себе ведь научились держаться на владе более менее держимся на велике научились однажды ездить может уже и на мопеде получится никто не говорил вот как нужно думать вот как нужно анализировать вот кто раз на мысли тот ясно излагает то есть хоррена и tolls одинконruit а вот не значит что все время нужно принимать только обдуманные решения вот понимаете да нужно понимать что обдуманное решение это итог мыслительной деятельности мыслительная деятельность это процесс участники работы в процессе это там не за мост мозг состоит из изменения из меняет мозг мозг меняет процесс процесс меняет мысль и наоборот в а изначально идет какой-то некий импульс эмоциональное принятие решения потом более того этот импульс может достичь если у тебя есть гаджет который принимает этот импульс в голове а может и не достичь сколько мы тут у меня сейчас если его гаджета нет или он есть но он выключен поэтому научить понять какие есть тебе гаджеты приобрести те которые необходимы включать или выключать в зависимости их задач цели интересов вы представляете кажется с одной стороны сложным все это но однажды нужно в этом как мы сказали разобраться разобрать это по полочкам и тогда понять любая методика вид профессиональной деятельности сфера интересов важно не важно интересными интересно нужно не нужна как только в этом разобрались происходит следующий этап мы выходим из младенческого уровня да и тогда говорим например мотивации как сделать так чтобы то что тебе не интересно но важно для твоей жизни стало интерес интерес а а а а а а а а